дима не хочет с вами сегодня со мной разговаривать почему-то мы приехали в один из районов белграда здесь же кстати мы были на топ лидерской вечеринки там повыше зелунт по моему называется набережной реки дунай постояли понаблюдали лебедей красиво я очень надеюсь один поставлять фотографию потому что очень красивая архитектура шикарные мостовые и черепица на крышах и красивые окна такая маленькая маленькая очень скромная очень красивая европа не безумно понравилось сейчас идем просто прогуливаться смотреть созерцать красоту очень люблю сейчас это правда созерцательный отдых когда ты просто идешь и гуляешь ты никуда бесцельно просто идешь и осматриваешь окрестностей они безумно красивые и и наслаждаешься нас многие спрашивали почему мы решили остаться еще в белграде знаете вот именно сейчас понимаешь что насколько классно у нас выстроен бизнес и график что мы можем гулять где угодно мы можем жить любой стране мы можем задержаться настолько насколько нам нужно интернет телефон и ничего не меняется с утра сделала все рабочие процессы а сейчас мы со спокойной душой и совестью пошли гулять тоже влог снимает кстати в белграде несмотря на 14 октября только-только начинается золотая осень у у нас осень у вас до нас лета в этом году внутри чего в апреле началось в октябре закончилась мне так больше нравится чем с июня по август так сегодня у нас какое дай боже памяти 15 октября время во местному не полный 9 утра мы поднялись из своего квартальчика к отелю москва это буквально минуты 3-4 входа возле отель балкон сидим переходи дорогу нас ждет машина и поедем моего интересную экскурсию за пределы белграда на винодельню смотреть всякие красоты и вам соответственно все это дело по кстати так классно тепло саранский по моему 6 градусов в сибири уже снег а здесь прям теплень тепленьочная пойдем догонять дмитрий юрьевич а у меня как-то камеру настроил так что я саму себя показывать не могу и ждем любичку так мы приехали на фрушку гору фрушка русская гора сербия 310 солнечных дней в году и и минус 3 это самый холод вот видите друзья карта 4 востока западу приказано что 85 километров небольшая часть ходит на территорию тревожки и замок 14 прудов 2 естественно мы поднимаемся вверх но гребетишек хотя не знаю есть осенние каникулы сейчас нет мы идем а а а и и и и До 300 метров предполагает губ, выше 300 метров, где и лавра святой династии Дранковича в последнем северской средневековой, во время которой появилось очень много монастырей, поможет Богочу, на Фрушкою гаре. Вот во время владычества единственной данной правительства в истории Газбургской монархии, Марии Терезии, в 18 веке добавляют здесь по храмам православным, также и протестантским, вот такие колокольни. Часон барокко. Пришлось так делать, чтобы сохранить свою культуру. Антон Краповицкий. Вот видите здесь. Здесь в миграции Краповицкий созвал Сибыжий собор и в этом городе основана Первая Русская Заграничная Церковь. Друзья, добро пожаловать на родину вашей Заграничной Церкви. Город Церкви Карловцы. Спустя одного года на основании Заграничной Церкви приехали белогвардейцы с генералом Врангелем. Посмотрите, друзья. Родитель Юго-Россия. Родитель Юго-Россия. У нас следующая остановка. Дегустация чего-то. Идем. Городочки очень похожи на маленькие деревушки. Но это городочки. Вместо истории обсуждает машины. Гид говорит, что в китайской машине тоже хорошая. Дима говорит, что нет. Виноград. В имуществе семьи Живановичей. С виноделем здесь у них начинается с их предком. Да. Иосифом Живановичем в 18 веке. Сейчас виноделем занимается уже 5-6 поколение Жарко Живанович и его сын Борко Живанович. В 19 веке их предки начали заниматься и пчеловодством. Так что на регустрации у нас сегодня будет несколько видов красных и белых вина. Будет розовые, будет десертные. В том числе и три вида мьета. У них есть музей винодарства и пчеловодства. А также знаменитые тем, что и сами северные виногребы. Сами старые виногребы северные Сербии можете посетить в этой виноделли. Пойдемте, друзья, посмотрим. Днему насчитывается около 300 лет, этому винному погребу. Здесь вот винный погреб где верь и свина. А мы видим там где красные вина. Субтитры создавал DimaTorzok Уже более 300 лет здесь выкладывают вино, деревянные дубовые бочки из Словонии, это область восточной Хорватии, также славится виноградарство. Здесь рекламы снимают часто, недавно снимали рекламу для пива, здесь ниже с третьего ступенька температура воздуха 12,5 градусов, то ли на улице плюс 50 или минус 50, здесь все равно будет 12 градусов, так что на Новый год зимой здесь будет тепло. А реклам здесь как в офисе, значит как с конвенционером. Вино, друзья, это скрыто с долгой жизнью. Еще во время фаронов, по имени народ с пивом, фароны выпивали вино и на их лично рассматривали как на волок. Такая история повторяется во время времена, а похоже и при коммунизме. Потому что вот у нас, например, наш президент Геославский, как в Рост Тит, там выпивали хороший чевас, хорошее вино, Титов прожил 80 лет, а мы выпивали вино из завода, также пиво. За последние 40 лет здесь на Балканах, от Греции, в Рост Тудине виноделье возвращается. И теперь это был очень хороший винный регион. Сербия имеет около 700 сортов винодельников. Из них около 90 своих сортов. И входит 20 лет округ внешних производителей вина в мировых масштабах. Фантатистике 2018 года. Сербия. Друг своих производителей на Балканах. Позже делали вино, чем в Греции. Ну, послушайте. Когда умер, Борев Иржеванович, дед этого хозяина Борка, в 90-м году, его отец Жарко Живанович решил продлить эту семейную традицию. Продолжать заниматься виноделами. То, что впервые хотел Жарко сделать, отец Борка, у брата Бочи. Который учитывал по 110 лет. Теперь им уже более 130 лет. Они пустые? Да, сейчас пустые. Музейные. Но, ему сотрудники сказали, что жарко не делать так. Там будет заняться ваше вино. То есть, уже так стоят. Это просто как архив. А красное вино по этим бочкам. А игристого вино не делают? Игристое вино это вино не делают. А делать какие-то другие вино сейчас не будет. Идем, друзья. Давайте поставьте. Для игристого нужна определенная температура. Я не буду как-то держать. Ну, брожение, температура определенная. Смотри, вот Мерло. 29 июля 24 года. До свежих. 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 Это уже не дегустация. Послушайте, друзья. Не обязательно все пить. Может быть, что вам вино не понравится. Нормально. одевает и в этом тайскую посуду значит здесь вот этот урожай 2022 13 процентов доля в гору окружают реки дуна и сава тупени идет с рекой холмах рушкой поэтому вина здесь особого вкуса давайте попробуем пожалуйста вот смотри пленка плотненькая который назван в честь марка вреди проба благодаря которому теперь у нас есть дегустация потому что в третьем веке перемене собрались в христианстве помещен воевал их против крестьян и жителям восточного римского царства всегда не хватало какая-то акция всегда ожидали когда новая война начнется но их не было много марка вреди проб что не было скучно начал заставливать вместе чем-нибудь заняться сельским хозяйством он посажал перебит первые виноградники вне границы территории западного римского царства здесь на кушку гору а потом его продолжение дачи вокруг кушку рей но такая идея есть мне очень понравилась и поход народа римская фрегия царя разобновала крест к господа сожгли его согласно легенды из огня полетел орел когда они поняли что царство той они начали работать благодаря чем на протяжении многих веках до сих пор ты кто жили здесь по краям на пушке грей вокруг нее всегда получали какие-то люди где ты кто прав этим краям и сегодняшнее время здесь живут сербии в сербии трудолюбие румынии болгарии венгрии словакии и т.д. розовое вино 13-15 года сбор виноградников 2022 отлично сочетается с шашлыком значит мясом которое приготовлено на гриле рекомендую любят когда похода как непонятная паспурно то в бизнесмене говорят ну давай 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 попробуем они белых виноградников белый бермет а на сочетании красных виноградников красный бермет в сегодняшний день экология совсем другая и бермет сделают и 20 26 27 трав также добавляют фрукты и специи виноградников в каждой винодельни свой рецепт который идет с поколения на поколение как секрет и винодельных живанович с этим вином угощает на дворце король чарльз и выводки не откормного которые здесь видели побывали бы качество туристов подробнее узнавать насчет истории этого напитка с которым учит также по дворцам афины будем а пешки вене петербурга и так далее так далее отправлялись к горе тридцатых годах прошлого века 100 лет назад вам всегда мы продолжение экспортировали через океан в нью-йорк как лекарство оказалось на карте титаника из-за чего вместе я здесь на фрошкаре шутят часто почему в тону титаника потому что много много выпивали бермет этот напиток друзья как женщина он врет десерта вино можете много спустя два стакана ваше настроение поменяется только в лучшую сторону поэтому напиток больше всего рекомендуется мужчинам отдавать женщинам потому что потом полегче до и и правильно давайте попробуем друзья перемеет сначала красный а потом также поэтому вам некоторыми из галереи ремеслами разные заведения интересные и так далее и так далее одни над ими возвышаются кольни которые ежедневно подранными вечерам занят как во флоренции друзья добро пожаловать в сербскую флоренцию в город ремский карл ци на перекрестку лиц метрополита стартамировича с максим горки остановимся я поеду ниже найду парковку а вы ждите меня в этом доме мы пошли дальше колокола звание как раз а а а а а то же самое что и есть 200 300 раз вот эти дома которые все а а Это не тяжелые дома, а некоторые из них Ребесли, людей, родились А вы, как говорили, родители, дома и нельзя родить, родители, родители. Над ними разрешаются колокольники, которые ежедневно по украински экране, что они как во Флоренции. Детский садик идёт? Привет! Привет! Идите, друзья, пожалуйста, в центральную площадь. И первая Севская гимназия. Архитектура интересная по проекту венгерского архитектура Джулиуса Патриоца. Поэтому напоминает на средневековые замки венгри, а также и красно-желтого цвета, немного с этой колокольной, напоминает на цвет венгерский средневековый стран. Она действующая гимназия. По пятницам 2012-2012, по субботу, она вновь отдыхает. Дублецек от учебного заводнения. Более 45 тысяч лет открыли воноследствии венгерские страны. Венгерский средневековый страны. Венгерский средневековый страны. Поэты включили в географию, биологию, ботанинку и так далее, и так далее. Друзья, пойдёмте, пожалуйста, в эту гимназию. Гимназия действующая. Дети здесь учатся. Гимназии в Германии. И... Гимназии, я не знал. Гимназии, я зок capsа, одолюбие, за два месяца. У меня в Украины есть флага, по-луджем западу Сербии. И памяти Бранко Родичевич. Это сельский поэт, эмирик, дебитар, эмирик. Он здесь, он здесь преподавал. Музыка, сельского языка и литература. Он здесь умер, здесь сидят ирония. Пойдемте, пожалуйста, в гимназии, ждать на основании гимназии. Здесь, здесь лучше детям латинским, санцузским, русским языком, английским. Если посмотрите, пожалуйста, раньше, сначала... Да, вот посмотрите, сначала латинок почистим, посмотрите, пожалуйста. А потом заходим во внутрь. Теперь все быстро. Такая красота. Смотрите, на каких языках только не учатся. Европейский, да. Заняйте, пожалуйста, обмечайте нас. 1790... Радио. Да. Приходите. Сейчас. 1790 гимназий и турбинцер, в честь которого названо Центральный транспортный и собственный директор. Санкт-Петербург. Потому что, ребята, с монастырях, мы не переходили, ищутся по городам, и открываются школьные, сами призованные велики, муначи. Не велики, велики, а велики, 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 сейчас учеба идет, там нельзя, но велики, красивые велики, велики. Ах, ловirk, а школьные велики. Почему, как сумасшедшие? В 2008 году, пойдемте, пожалуйста, на Центральную площадь. Пойдем. Площадь, вычесть. Или река? Вранг Карадичевича. Пойдемте посмотрим, как там. Цветочки еще поливают. 15 октября до календаря. Меня, конечно, поразило, что в Сербии так тепло. Как говорится, раньше ратуша, потом мерия. Ратуша, потому что основана при Австро-Венгрии. Сейчас это мерия города. 1811 год. 13 мая в 1848 году здесь начнала встреча с представителем сербов, которые составляли большинство до границы с Австро-Венгрией, с северного Калибрада, и представителем Австро-Венгрии. Извели территорию, которую назвали Вайводиной. И в сегодняшнее время Вайводина автономия. Только не в составе Австро-Венгрии, это северная Сербия, а в составе республики Сербии. И слово Вайвода, поэтому Вайводина. Одна треть численности Сербии где живет, около 2 миллионов человек. Большинство составляют в Сербии, но, по-моему, Сербии живут также в Венгрии, Румынии, Словакии, Кроватии. Пошла догонять Диму. Дима, Гинниду. Всех пошла догонять. Дима, Русий. Чабакевича. Слушайте, так интересно, такой маленький, спокойный, почти тихий город. И очень много туристов. Идем в какое-то интересное место. Узнакомиться с местом. Колоритом. Мастерская, Расса. Расса, Дарья Миркин, я тут, он домой, но тут, тут его семь. Вся семья из керамики делает интересные фигуры на разные достопримечательностей. Одно гордые, многие другие города, иконы, картины, посмотрите. Все это из керамики. Потом колокольчики, посмотрите, друзья, пожалуйста. Да? Можете ко мне сюда. Сейчас. Смотрите. Можно зайти, посмотрите. Здесь, в данном случае, у нас треску есть. Здесь есть печь. Видите, печка. Здесь один. Можете, смотри. Можете, смотри. Как вам, друзья, вот это здесь? Чуть-чуть нравится, да? Очень красава. Можете посмотреть, потом ее начали. Круглый столб здесь, соснова, в этом городе. И конец Первой мировой войны. Есть такая примета. Здесь немного подъем этой водички, мылся. Дима, не может быть подарочков. Кто в нашей семье шипоголик? Я? Или ты? Ты, 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 ты. Тайка умеет только кошелек раскрывать и отдавать деньги. Что купил? Что купил? Ну, я не знаю. Ну, я только могу тебе фотографию только вставить. Ну, в номере потом показано. Да, в номере. Давай. Ага. Пад экономики начался. Из-за того, что виноградники заболели. И было невозможно поскорее великую лечить. И важные учреждения, что политические, культурные, их перенесли в соседый город. Ну, висад. Мы туда как раз едем, да? Число этого, да. В этом городе живет около 10 тысяч человек. И статус города? Да, статус города. Да, просто мы по Европе и за 5 тысяч человек. Города? Да, город. Друзья, обратите, пожалуйста, внимание на право. Это был город, с Римской Карловцы родина, вашей заграничной церкви. Здесь установлен круглый стол. Да. Помните, круглый стол. Здесь установлен. В мировых масштабах важный город. Карловодский мир изучается во всех учреждениях. Во всем мире, да. Первая русская заграничная церковь в базе была гвардейцев, в одной из базисов. Я надеюсь, что вам здесь чуть-чуть понравилось. Мы продолжаем нашу искусственную программу. Уже на окраине города. Можете здесь купить домик, я прийду к вам на рахар. А по чем стоит средняя цена за домик? Здесь, в этом городе, он ближе, ближе к новому саду. Вот, типа, вот этот слева, вот этот слева, 80-е годы, скажем, да. Сколько в динамик будет примерно? Ну, евро, скажу. В динамик это будет большая цифра. Ну, скажите в евро. А, скажем, где-то около 40 тысяч евро. Ну, 4 миллиона. Более миллион, да? Да. Но зато он ближе к новому саду. Он здесь, на Фрушки горе. Не обязательно, можете купить маленький домик. На Фрушки горе, например. На Санкт-Петербурге, на окраине города, квартира стоит уже от 6 миллионов, вот эта комната. Да. А у вас целый домик. 4, хороший такой. В туристическом месте. Да, вот мне очень вот это понравилось. Тут рядом, рядом граница со Венгрией, до Будапешта ехать. Сколько? Из Белграда 3 часа 40. 3 часа 40 минут. Когда не нужно? Значит, 3 часа, да? 200-250 квадрат. Ну, кутору, да. Вся крепостка из армии, видите, немецкий стил, ее заново начал строить после Средней Америки. Это не важно, как кому было обнаружено в Америке, правильно? Среди. И здесь ее строили как для артиллерии. Старую восстанавливать после этого и не было нельзя, потому что была сильно повреждена. Да, и не для артиллерии. Да, угол, да? Очень не пущу. Это крепость втирает военную значимость после Кромировой войны. И уже в 1950 году доступна всем. А эта казарня превратилась в объекты для нас туристов. Поэтому теперь музей, ремесли, мастерские, есть отель даже. Разные заведения, рестораны, пиццерии, кафе-бары и так далее. Это нас все ждет в продолжении, в продолжении. Так что здесь, друзья, четвероэтажный крепость. Дыми. Мы на уровне четвертого этажа. И оборона города. Ниже, к Дунаю, администрация города. Тогда, конечно, можно сказать. Слово. Да. Под нами католический храм. На конце православный желтый храм. Перед католическим храмом, я вот, я буду видеть, это квадратный красный крыша. Больница. Правее, заброшенная часть, где была фирма австрийская. Они там закрывали важные фирмы. Теперь там больше нет администрации. Это уголок, где вы можете отдохнуть. Там есть апартаменты, постели, школы, мастерские, почта, кафетерии, рестораны и так далее. Раньше это была деревня. Теперь это деревня. Потом это где купить, а в район, где это выравить. А в район, где это выравить. А в район, где это выравить. Вот, я. Вот, я. Офицерский зал. Раньше использовали для встреч. Здесь офицерские дома. Учебные заведения. Все, что это было. Я. А мы идем дальше. Экскурсия у нас с 9 утра до 18. Это с учетом выезда и приезда в Белград. Шикарные. Сколько часов, маленькая, сколько минут, чтобы всем было понятно, который час. Помните, рассказывал, сербов отправляли жить на том берегу. Чтобы им было понятно, посмотреть на часы, тем, кто здесь живет и работает, и морякам, которые плавают. И все они для этого оплачивали налог каждый месяц. Часы сейчас на рестрации. Возможно, заглянуть там механизм. Жалко, что так, потому что смысл вашего путешествия сделать, как можно побольше фотографий. Но местные в этих часах также называют пьяным, потому что из-за погодных условий. То есть опаздывает, то есть спеша. Пойдемте, друзья, пожалуйста. Хотел встретиться прочную дорогу? Террасу. Сейчас один час. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я понял. Потому что... Скажем, рестрации. Это постурка, как разница, да? Замочки? Да, просто не так, когда ошибаются, когда подписывают, потом там лечаются. Вот, 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 вот. а видите там мост с этими арками для поезда, но там есть светофор через этого моста, проезжает транспорт, называется Мост Жежеля, потому что сделан по проекту местного архитектура Жежеля. А ниже Вородинский мост, он соединяет центральную культурно-клублическую часть города, это Вородин, с центра Мависада. Сейчас тут с притиной работы, поп-корн, нам это мешает подкосынейшим кухням. Идем дальше гулять по территории, 4 этажа, 16 километров с коридором, 120 метров позже. Ставательская галерея, художника. Это все артисты из Сербии, потом тоже самое здесь. Вот видите в ступине зеркало. Это художник, который делал там, вот видите, закрывает, он не отбивает свои. Он все-таки сквы. Мамы всё сквы? Слушай, как в Катабурской крепости гулять. Ну, да? Ну, в Катабурской мали. Ну, понятно, она деревянная. На этой крепости ежегодно организуются разные мероприятия, культурные, также фестивали, музыкальные. Круглым из них является Экзит, фестиваль совмирной музыки ежегодно. Второй неделе июля. Сумасшедшие. Да. И можно. А не надо так. И все равно. Когда песня запрещено, значит, разошло. Да, правда. Друзья, это видно в ручку гору. День, неделя. А вот желтенькая, что такое? Туристическая такая. Желтенькая, я делаю. А, вот, значит. А, это... Ты не слушал? Желтый. Нет, а вот желтая такая. А желтая-то так поставили просто. Оставили, на покрасили. Да, как маяк. А, ну-ну-ну, фонарик, конечно. Мояк. Здесь, значит, когда Экзит начиняется, огораживает эту крепость. Здесь выступали такие, «Дайвстрейт», «Дженер», «Джеха», «Родачи», «Юттур» и так далее и так далее. Так что в Юдер, где у вас здесь на активальный «Мумикальный Экзит» один из лучших игроков. Современную музыку. Видимо. Власт, фор. Власт, фор. И так далее. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...